А я его заблокировал. Ну всё. Всё, все ресурсы открыты, бери и считай. Я добавлю ещё его, забываю. Точно, иди сюда. Всё. Царю небесную. Царю небесную, Утешите души истины, И в жизни везде сын, И вся исполняй сокровища благих, И в жизни подателю прийти и селиться мы, И очистины, осяки, оскверны, И спаси блаже души нашам. Господи, благослови наше занятие. Умудри нас, Господи, во спасение. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Сейчас, тряпки, сюда. Сюда сяду сейчас. Сюда сядь. А не, не, садись, он рядышком. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к Каласянам, Святого Апостола Павла, Четвертая глава, 14 стих. Сергей, Игорь, подойдемся. Чтоб видно было у вас. Приветствует вас Лука, врач-возлюбленный, и Дима. Или Дима. Это пересяти не ставим, поближе, чтоб камень был. Он посередине, как пищитель должен сидеть. И ты, ну ладно. Или ты вот так вот, помнишь, иди. Поближе, давай сюда. Вот так. Толкование. Лука это евангелист, для которого немаловажная похвала быть возлюбленным Павла. Говорит же о нем после Эпофраса не потому, чтобы унижал его, но потому, что желал возвысить Эпофрасу пред его согражданами. Несомненно, этим именем назывались еще и другие. И Димас, как видно, еще не оставлял учителя. Что тут толковать? Лука, врач-возлюбленный. Пятнадцатый стих. Приветствуйте братьев Владики и Нимфона и домашнюю церковь его. Толкование. Посмотри, как он их сближает, как привязывает их друг к другу. Это был знаменитый муж, у которого все в доме были верные. Почему? И назвался его дом церковью. Поэтому Павел и показывает к нему свое расположение, особо приветствуя его. Делает это он также и для того, чтобы побудить других к такому же усердию, чтобы и другие подражали Нимфану, если желают быть также почтены. Лука, врач-возлюбленный. Это евангелист Лука, спутник Апостола Павла? Да. Я же прочитал, как он говорит. Да. Идем дальше? Нету вражи. Ну вот здесь хотелось бы заметить, что приветствует отдельно вот этого Нимфана и домашнюю церковь его. Как важно, когда весь дом верующий, он вот именно вот прям отдельно его приветствует. Большое и великое счастье, когда муж, жена и дети, и вся семья, все верующие, все в единомыслии, все... Такое в последние времена, к сожалению, редко встретишь. Или муж верующий, жена неверующая, или наоборот, или дети неверующие. Неверующие. А вот обратите внимание. А внимание такое. Приветствую Димаса и... Ой, Нимфана и твою семью. Он сказал, и твою семью. А домашнюю церковь. Видишь, такой момент. Домашнюю церковь его. То есть он глава этой домашней церкви, как муж и как глава домашней церкви. Я хотел обратить внимание, что христианская семья – это и домашняя церковь. То есть он говорит, что не приветствует тебя, или Нимфана, и твою семью, а домашнюю церковь, то есть собрание твоего верующих. То есть тем самым он его, ну, оказал ему почтение, то, что и другим, как бы, говорит, что вот он как усердно сделал. Это непростое дело всю семью обратить-то. То есть он именно принимал усердие, чтобы и дети были верующие, и жена ходила в подчинение. Колоссянам 4 глава 16 стих. Детки, потише там шептитесь, пожалуйста, лучше вообще не шептаться. О, Боже, говорю. Колоссянам 4 глава 16 стих. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в лаодикийской церкви. А то, которое из лаодикий, прочтите и вы толкованием». Мне кажется, что здесь было написано что-нибудь такое, что нужно было слышать и лаодикийцам. А им, в свою очередь, необходимо было узнать, что написано в том послании. Гораздо больше пользы, когда из обличения, направленного против других, они узнают свои собственные недостатки. Какое же это было послание из лаодики? Первое послание к Тимофею. Оно написано из лаодики. Некоторые, впрочем, говорят, что это было послание, которое лаодикийцы посылали к Павлу. Но я не знаю, что из него можно было бы заимствовать им для своего исправления. Ну, читаю ее. Действительно, когда другого обличают, ты сидишь и, как говорится, на воре шапка горит. Так и здесь. То есть полезно было, видимо, из-за этого. Не смотрите, что у них только так вот плохо. Как мы в книге Откровений читаем, послание семи церквам. И все семь посланий, кроме одной церкви, все с упреками, с обличениями, с выявлением недостатков. Только одну церковь. Какую? Давайте сумму. Как вы? Филадельфийскую. А за что? Потому что верные были. Потому что верные были. Изучали слово Божие. Откровение Иоанна Богослова говорится. И напиши в семи церквам. Это не то, что семь церквей каких-то. Это речь идет о семье и состояниях, какие у человека есть. Самое лучшее состояние было Филадельфия. И самое худшее Лаодельфия. Я думаю, не случайно очевидно вот эти такие отношения. Ладикеи. Почему они не сохранили? Коринфянам сохранили из трех посланий, два сохранили все-таки. Ладикеи нет. Колоссиным сохранили. Видимо, Ладикея более всех была обличаема и сказали еще раз пространять. Да прихлопнули. И на этом все может быть, да. Никаких канонов не было. И это не было, что в канон ходило бы в книгу. Вот мы можем предполагать. Утеряли по небрежности. Но факт, что среди 14 посланий Павлов упоминается конкретно только Коринфянам, что первое это было, второе фактически. А конкретно Ладикея. Им было послание к Ладикеям. То есть письмо. Послание это нам перевод такой дали. Письмо. Вестоль, бриф. И вот Ладикея самое худшее положение. И как-то это все-таки, видимо, можно было. Тогда вот смотри. Павел-то говорил им, прочитайте, а еще не знал, что его нет. А может быть оно в то время было. Мы можем все это предполагать. Но мы знаем, конечный результат. Нет. А может быть там было именно то, что нам необходимо. Это не просто потеря. Мне понравилось выступление Нины Даниловой, депутата законодательного собрания КПРФ. И она говорит, село закрылось. Более 400 поселенных, населенных пунктов в Алтайском крае закрыты. Это не просто на карте исчезло. Это потери земли для государства, территории. Пустым места не будет. Собираются международные там они везде. Ну и спрашивают, сколько у вас на один квадратный километр? Полтора человека. А у нас 470. Нормально или нет? Земля почему у вас пустую? Да нет. Женщины не хотят рожать. Мужчины не хотят жениться. Делают аборты. А у нас людям негде жить. Это законно или нет? Ну рано или поздно. Ну раньше рисовали как? Усадьбу у крестьянина, огорожен. Он одной ногой стоит, а второй поднял. А рядом барин живет. Есть ребятишки или нет, у него там глаз до коризонта. И все идет. Ну рано или поздно мужик взялся за вилы и начал переделывать по-своему. Так мирным путем. Вот обвиняют Путина, там уже 4 миллиона китайцев на Востоке. А что делать он должен? Ждать, когда с вилами придут. А этих вот туда запускают многие эти черномазы, урюхи, эти едут, тюбетейки, все. А что делать? У них негде селиться. Ребятишек много, главное, среднее количество детей у них по круговую взять. 8,1 ребенка на семью. У нас 1,8. И что спрашивают дальше-то? Вымирающая нация. Самая быстрая исчезающая на земном шаре. Я когда начинаешь смотреть, я вот с этой позиции сюда смотрю, правитель, ну был бы правитель, не дай бог. А что бы делать? Заселять территорию надо. Америка отказывает? Нет, всем пусают. Сколько сюда, и болгары туда едут, и русские. Но они квоту установили. От русских каждый год получают 25 тысяч разрешается. К примеру, от болгар, от венгров, с каждой страны едут люди. Узнают, что они не разыскиваются, не преступники. Специальные школы изучают язык. Я в этой школе ходил и занимался в Америке. Их с ЧК нас называют. Они занимают небольшие должности в ресторанах, обслуживают. Но она знает, да первое, второе, гуляш там все. Она говорить это может. У нее вот как надето это микрофончик где-то. Они только приехали. Вот, те страны-то перенаселенные, Южная Америка. А эта Америка открывает всем. Было 180 миллионов, сейчас 280. А здесь нет, свои. Возьмите у нас Настя Дробот. Она природная здесь. Родители жили в Казахстане. Но рядом. Приехала сюда. Четверо ребятишек уже здесь родились. Не дают гражданцы, и все. Год, второй, третий, десятый. Что, нормально? Да сколько уже, я не знаю. Дали или не дали. Дали, дали. Кто знает? Да, слава Богу. Дали, дали. Дали? Да. Так это ужас один. Тут люди чужих приглашают отсюда. Какой-то француз там приехал. Депардье. И мы в Чеченской республике. Рамзан Кадыр дает какую квартиру и прочее. А он и не нужен уже никому здесь. Он не работник. Ну, что-то там с него налоги. Большие стали взимать. А тут Толя поменьше опять уехал назад и квартиру оставил. А это свои природные. И вот это все, когда берешь правителей, как осуждать, когда ты масштабно, ты не можешь дальше мыслить-то. Вот я рассматриваю, к этому скажу, масоны. А там масоны, такое ругательное слово. Это таинственно, страшно. Они готовят престол Антихристу. Давайте так рассудим, без паники. Ты согласен, что нельзя ничего оставить на улице и все воруют? Да, конечно, нет. Ну, ты согласен, что машину твою ударили, уехали, и не знаешь, кто ударил. Ну, было же это. Было. Украли в одном, украли в другом. Потерялся ребенок. Это не две тысячи, а каждый год двадцать пять тысяч, говорит, теряется у нас людей. Бесследно исчезает, кажется, там десять, что ли, тысяч полностью, как будто никогда не жили. Ну, с машины слезла, пошла покупать детям молоко, ребенок больной. Ну, маленький, младенец-то. Вышла назад, не вернулась. Что, бросила все, ребенка уехала? Муж приходит, нет, с работы по сегодняшний день. Вообще не знает, где их кто. Ну, нормально? Ненормально. Ну, ты говоришь, а куда в правители смотрят? А вот теперь давай смотреть, как они смотрят. Надо, чтобы все были под контролем. Понятно? Вот она исчезает, жена. А там сразу-сразу включили, и видно, она ее защипирована. Одна шага до магазина, вышла и видит, кто с ней пересекается. Стоп! Ага, а где они находятся? Они в лесу яму копают, убили ее. Стоп, перекрыть дороги, все поймано. Вот выходит преступник, шестой раз где-то. Ему раз сюда, и сейчас браслеты на руки надевают. А он может его сбросить. Сбросил, сразу там тревожный звонок. Сразу же его блокировали, все, арестовали его пожизненно. На это он не пойдет. Вот, а что, а в ванной снимешь? В ванной арестуют. Браслет надевают, а он дает сигнал. Там все за него заряжено. А эти люди меня спрашивают. Я с масонами встретился. Они говорят, ну вот мы масоны. Вы как смотрят? Вот сатана. Ну а мы на вас смотрим. Вы сатана. Ну, поровну. Эритиками кого называют? А те нас называют эритиками. Это всегда так было. Мы говорим, католики от нас отделились. Католики говорят, нет, это вы с хизматики отделились. Вот так? Это было всегда подобное. И здесь они говорят, вы хотите, чтобы у вас в вашем доме большом порядок был? Не воровали, не убивали. Ночью можно было выйти, как в Китае. Положи велосипед, стоит мешок с золотом. Десять лет на остановке, никто не возьмет. Почему? Расстрел. Расстрел. Вернулись тут два велосипедиста с Барнаулом. Проехали по Китаю, где, говорят, что удивительно, дороги. Дороги. Там, не знаю, наверное, миллионы уже километров дорог понастроили. Велосипед на ночь поставили, палатку поставили, никто не подойдет. В Германии. Авария. Ты выставил, у меня авария. Машины едут мимо. Ты записал. Так, 25 номер не остановился. Пятый в полицию. Завтра их всех оштрафуют. Вы видели, человек в беде. Почему не остановились? Хорошо? Хорошо. Мне это нравится. Они говорят, вот, чтобы порядок был, все должны быть под наблюдением. Ну, а на всей улице, я говорю, это не сделать. А вот у нас мысль такая. Сделать во всем городе, чтобы ни один не нарушался. Чтобы жили нормально. А то, я говорю, да ты не скрывайся, Славян. Мы масоны-то, высших цепеней. В государстве, чтоб не было. Я так отшатнулся. Да вы что? А один молчит сидит. Потом положил вилку, нож. А вы поняли, что? Я говорю, ну, поел и наелся. Да нет, это означает, я старший. Заметь, они замолкли. А эти трое сидят. А этот равный щубайсу Анатолию. И все слушают. А ведь у нас-то, ребята, задача-то, чтобы во всем мире порядок был. Не на улице. Не в государстве. Во всем мире контроль. А что было, значит, вот сюда ему 666. Ему на правую руку. Теперь все под контролем. Ни пить, ни есть, ни продать, ни купить. Так это по-другому никак. Так она роду много. Ну, что много. 7 миллиардов, 6 миллиардов убрать, один оставить. Остальные едокины ничего не делают. Я говорю, это золотой миллиард. Вы туда не попадаете. Я говорю, так я не согласен. Так, запишите, не согласен. И в полу, где уже ты не выйдешь. Денег не будет. Ты заходишь в магазин, руку поднял только, считал, счетчик. Готово, бери. Две морковки, три картошки. Больше тебе не надо. Ни на кого не возьмешь. А там у тебя счет. Денег нет еще. Не понравился, заблокировали. Я с его позиции начинаю смотреть. И в самом деле здорово. Я бы тоже масоном хотел быть. Понятно? Если бы я был неверующим. Но я знаю, как бы они хорошо не сделали, все это временно и здесь закончится. Эти дети жертвы. Их будут воровать, убивать, насиловать. Они еще ничего не знают. Они сидят здесь пока. А масон смотрит другими глазами. Научить. Как? С детства детей приучить. И это роль выпала евреям. А ваши дети рисуют, что попало. Нет. Он будет рисовать синагогу свою. Он будет говорить. Моше. Ирушалай. Он будет говорить то, что есть. Мир и Израилю. Ты управлять будешь миром. И вот такого маленького этому учат. Я подумал, да по-другому никак нельзя. Вы хотите, чтобы среди вашей общины были узбеки? Верующие. Да, немцы. Я говорю, они у нас есть. А киргизы? Она обратилась. У нас наоборот. Ни одного к себе не допускать. Соскрадить чистоту нации. Гитлер допускал, даже из славянских народов в СС шли. Это особые проверенные глаза. Насколько разбежка, какие волосы. Ну, подходит. Нордической. Ну. А здесь наоборот. Какой бы ни был урод, не родился у евреев, они его вытащат вперед. Наша нация избранная Богом. Я подумал, вообще здорово. А хотел бы евреям? Хотел. А вот тебе. Ты не избранный. Гой. Иди работай. А один говорит, ну, если вы нас считаете скотами, а почему у нас лица человеческие. А чтобы нам, евреям, не стыдно было ни место получать подарки от вас. Когда вы приходите, тут рожа какая-то. Ну, чтобы ты нормальный был, посмотрел. А мы выберем, кого надо. 1700 наложниц. И когда с этой масштабной позиции смотришь, я язык закрываю во рту, судить никого не могу. У него своя цель. И Бог всемогущий Его допустил это. Он знает. Ну, а как по-другому? Никак. Учите детей болеть и умирать. А самое главное, любить Господа, жить для Него. Смерти не бояться. И тогда эта вся адская машина сдохнет. Они ничего не смогут сделать. А что он сделает? Он только убивать может. А убивать ему работник и оружие. Три условия благословения, вы говорили. Три условия благословения человека. Расскажите, я общался, мне просто вспомнить надо. Я говорил о молитве, наверное. Нет. Десятина. Тво условия. А, самое первое благословение. Первое, это никогда не ругай, не поноси верующий народ. Хочешь быть благословенным. Благословяй детей Еврама и будешь благословен. Это первое благословение. Первое. И заканчивается последним. Плати десятину в Аллахе. Все остальные благословения, хоть тысячи, посредине. Щи отца и мать и будешь благословен долгожитель. То есть все остальные, это их перечислять не надо. Первое, благословляй израильский народ. И второе, плати десятину. А все остальное между ними. Дальше или ближе это мерить не надо. Это все. Все в этом. А сколько заповедей? Ну сколько. Там перечисляется 376. Ну а все-таки можно меньше сделать. Две, Бога и ближнего. А меньше, люби ближнего. В этом все. Даже у Бога не поминается. Почему? А в ближнем Бога увидишь. И Павел это говорит. Поехали. Колоссянам 4 глава 17 стих. Скажите Ахриппу. Смотри. Скажите Архиппу. А я Ахриппу скажу. Архипп это пастух означает. Простите. Колоссянам 4.17. Скажите Архиппу. Смотри. Чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Толкование. Зачем он не пишет к нему? Вероятно, что он не нуждался в длинном послании. Для него достаточно было одного краткого напоминания. Это всюду есть голос устрашающего. Как, например, смотрите, чтобы кто не увлек вас пустым обольщением. Колоссянам 2.8. Или еще. Берегитесь, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном. 1 Коринфянам 8.9. Так и здесь. Смотри. Исполни, как следует дело, принятое тобой в Господе. То есть, через Господа. Ибо Он дал тебе, а не я. Какое же это дело? Смотреть за колоссянами и заботиться о них. Два внушения делает апостол одним словом в Господе. Его делает более заботливым о том, чтобы совершать свое служение как дело Господне. А их склоняет охотнее подчиняться Ему. Показывая, что они от Бога даны Ему в руки. Конечно. Апостол того ради пишет им. Скажите Архипу, чтобы когда Он станет укорять их, они не могли обвинять их как человека, исполняющего их горечью, зная, что такова дана ему заповедь от Павла. И что их собственные уста передали Архипу то, что ранее объявил ему Павел. Итак, чтобы заградить их уста, Павел очень мудро сделал это, так как во всяком случае неуместно ученикам разговаривать о делах учителя. Как вы перевели Архип? Архип как вы перевели? По пастуху. Главный конюх? Да. Ну, пастух, то есть пастух-лошадей. Это все имеет смысл. Когда переводят Пифлеем, Пифлеем означает дом хлеба. Вот какое. Это не просто родился, а родился напитатель. И хлеб лучше. Плоть свою отдает. Вышка за этом то сколько стоит-то. Мы говорим Барн-Аул. А это двойное слово. Что означает Барн? Хороший аул поселение. Аул хорошее поселение. Ну и дай бог. А Москва что такое означает? Даже не знает это. Раньше объясняли так. Москва и москиты комары мелкие. И когда шел англичанин при Иване Грозном когда было тот сказал что это такое названия другие были. А тот сказал так Москиты может быть и так поэтому называется что там Орел увидел летит Орел город Орел Новый Сибирь город построили Новосибирск бывает ничего не значит это мы так привыкли что ну и ладно как назвать назовет как отец скажет мать еще из роддома не выжила отец уже назвал а у евреев не так было написано мать назвала и отец а отец назвал его Бинони писание это говорит долго детей не ебало и она наконец выпросила и так и называла выпрошен у Бога она кричит выпрошен у Бога сбегай ка луку нарви выпрошен у Бога а по еврейски сам у Ил сам выпрашивать Ил Бог вот и дети умирают надо чтобы на Бога надеялся давай назовем так чтобы он все время Бога посчитал крепостью Бог моя крепость и так его зовут Бог моя крепость а по ручке Ил и я вот и все а вот я родила она да у меня детей много будет еще умножить а как его Иосиф приумножитель а этот второй родился Иосиф первый он его и они за насырали обманщик или якоб назвали якоб дающий подножку они видели по положению какой он а у нас ничего имена не значит нету они могут значить если тебя называют священник в день который родился в честь святого и выбирает среди этих совершенно посторонний человек не ты вот тогда так ну возьми Урлеев умирает один ребенок второй третий и кто-то сказал как только крестить поедете возьмите в крестное вы дворяне кто первый встретится его именем назовите ну они поехали дорога пустая колокам и церкви уходит один на фронте ногу потерял ковыляет они остановились а кто ты такой я ну солдат был а сейчас кто нищий так нищий а почему нищий да выпиваю потому деньги-то хорошие а как звать Кондратья они его Кондратья и назвали революционер дальше будет декабрь Кондратья Рылеев Кондратья а сегодня попробуй сказать Кондратья о нет Игорь Володя Саша там это этих Саши как говорится Сажи Павла везде вот Владимир Николаевич Баварин умер на его место Колганов Владимир Николаевич в тюрьме начальник пришел Владимир Николаевич пришел в краевую администрацию Владимир Николаевич и два-трое кажется сидят что это фантазии никакой нет ну а какие имена остальные это были вот мне за всю жизнь ни разу никого не пришлось называть Игнать а тем более Тихонович это вообще видите называли как это просто сказать делу чтобы мы отвечали этому имени по святому как он жил подражали ему а этих Сергеев то еще кажется еще больше всего лежит один Сергей второй лежит Сергей третий рядом ухаживает Сергей четвертый поет подает все Сергей серый перестали называть Сергей серый серый Сергий Немцы-то русских обзывали Русь Иван, сдавайся, Иван Все Ивана А этих называли ганцы Ганцы Или фрицы Ну все, вспомните Климент Ефремович Ворошила Где Клименты? Ни одного в школе Ни одного Виссариона Нормально? Климент Ефремович Ворошиловский стрелок Пошел Колосинам 4.18 Приветствия Моей рукою Павловою Помните Узы мои Благодать Со всеми вами Аминь Толкование Вместо Помните обо мне Находящимся В узах И осужденным Самое же Лучшее утешение Для них Это Во всякой скорби Помнить о Павле Узнике Когда Когда присуща Будет вам Благодать То скорби То скорби Будете Иметь Быть Быть обесчищенным Во славу Отца Сына И святого Духа Ему Слава Во веки Веков Аминь Закончилось Письмо Колосину Послание К Колосину Послание Православное Мы говорили К староверам Сколько Они всего Там Напутали Павел Все это Раскатывал Да Павла Имени не было Павла вообще Никто не знал И вдруг Начальник Павел Сергий Павел Он ему проповедует Он обратился И с этого момента Савл исчезает Считается Что в честь Этого правителя Он взял себе имя А имя то Перевод то Совсем незначительное Малый означается Малый Что он Теперь гадает Павел низкий рост там был Или что Он сам себя Так уничижил Тайно Какой он рост там был Может по 2 метра Как Петр Первый Никто не знает Но Савл Исчезла Нигде больше нет А почему Печальная память Это Савл Это Савл Шаул Вот теперь Он закончил жизнь Самоубийством В ночь перед смертью Пошел к ведьме Андорской И в народе Это ассоциировалось С падением С крушением страны И поэтому Имя это попало Как под запрет Вот Я пришел в начальник Главный редактор Газеты Алтайская правда Губернатская Кто Юрий Алексеевич А почему Родился 12 апреля 62 года Там где-то И вот В то время Когда Гагарин слетал Юром называют Как будто Мешок полный Проса Прорезал кто-то Из дырявого мешка Как посыпались Юр-юр-юр-юр-юр-юр Как Живщики Все Юрий Ну Никакой Фантазии Нет Что дальше Дальше Ну вот Вперед Назад Немножко Вернуться Вот если бы Наши общине Писал бы Такой бы Муж Дохновенный Как бы он написал Скажите Игнатию Смотри Чтоб тебе Исполнить Служение Которое Ты принял Господи И кто-то Был из нас Как же ему Сказать Что-то Слушание Какое Да Служение Ну а толкователь Нам Говорит Тандирать Смотреть То есть Обличать Как Как пастух Что он Смотрит Золсами Чтоб там Этого Не Да Вон ты Видишь Принял Как-то А мне Так никто Ничего Не давал Ну Вы сами Взяли А что дороже А что дороже Не обладающий Должностью Никакой Выгнал В победе Полк Конечно Или тот Который Полководец Стоял И еще Не сделал Война А как Почему Почему Сержант Стал Повышение Такие Иметь Быстро А он В атаку Вел И Никакой Ни пуля Не берет Ничего Вот были Такие люди Северной С Южной Америки Воевали Он Выскакивает А как Опы-то Рядом Были Ну и Что Стреляйте У меня Они Стреляют И он Так Вот так Тряхнет И пуля Обратно Все Вываливаются А они Пули Бьют И нигде Ни одна Люди Такие Были Вообще Вот Генерал Черняховский Самый Молодой Был Генерал Армии Говорят Случайный Снаряд Там Упал И Пробил Сидение И он Умер Город Черняховск Названный Где Он Выходил Там Где Вообще Боялись Головы Высунуть И Снайпер Его Ничего Не Брало А Когда Ехал С одной Частью Другой В Это Время А Сейчас Показывает Так Будто Бы Он Ехал Когда Ехал На машине А его Машину Задел И задел Какой-то Танк Танковая Колонна Шла Навстречу Сразу Остановили А за ним Едет Смерш Охраняет Его И кто Танкист Вышел Я даже Не видел Я маленько Вытаскивает Пистолетом Смерша И сразу Застрелил Его Все Атаках Показано Ролик И когда Двинулись Дальше Эта машина Пошла Советская А этот Который Помощник За танк Сел Он Снарядом Долбанул И все Все равно Мне погибать Но так Ли было Два варианта Один Просто Случайный Снаряд И он Умирал Только Одну А Сталину Сказали Он Выдвиженец Сталина Был А Сталин Был в театре Сталину Доложили А что Сталин Когда Пробито Все Не надейтесь На князя Сыны Человеческие В них Нет спасения Кто Знает Кому Принадлежит Общеизвестная Фраза Победителей Не судят Кто Не знает Наполеону Нет Не Наполеону Нет Не Римляне А могут Приписывать И может Быть Даже В интернете Не верно Вот даже В главном Единстве Вто Ростепенном Свободу Во всем Любовь Приписывает Августина Я говорю А как же Тортулян На 200 лет Раньше Говорил Это Разве Посмотри Иногда Говорят Утверждают А Подтверждения Нет Победителей Не судят Это было Еще там При Цезаре Это было В Римской Империи Сказано Намного На тысячу Лет Раньше На полторы На две тысячи Лет Раньше Наполеона Победителей Не судят Правильно Неправильно А что боятся Я победитель И все снимается С меня Более жестокого Не было Солдат положил На одном городе Это даже вообразить нельзя В одном фильме Показывают Там штрафбак Немецкий генерал Смотрит Как они Минное поле Не разминировали Посылают людей Но люди Но люди-то бегут Амина Один взорвался Другой Другой Уже бежит Тут не взрывается Одного на куски Разнесло И генерал Говорит Это как же так Как они С народом Обращаются А у нас Много народа Теперь мало Бабы новых Нарожают Они не рожают И все на этом То есть безумие А где Жуков Они где его Сожгли Кремация Пепел один У Гитлера Пепел У него Пепел Чем отличается Даже Поклониться Некуда Когда на все Начинаешь смотреть Маленько С той-то стороны И понимаешь Твои медали Там у него Ширежий герой Это все Государство забрало Родным Это ничего не достается А надо ему Это Теперь разбирайся Он умер А там перед Богом Будет Там все Бог представит Я к чему Спросил Вот Вы говорите Что вас Никто не Уполномачивал А вы Сами Взяли на себя Вам награды И вот Победителя не судят Говорят Что это Елизавете Второй Фраза Когда она Запретила Не помню кому Какому-то полководцу В атаку идти А он ее не послушался И пошел И победил Победил А раз она ему Запрещала Он же ее ослушался Она должна была Его либо казнить Либо как-то Ну и она вот сказала Что Победителя не судят И с этого Время Так и пошло Так и Вы вроде Вас Никто не уполномачивал Но вы победитель Вы создали Эту общину Вы организовали А судят То все равно Понимаете И поэтому Надо прислушиваться Что судят Результат Печать апостольства Там Мой Господи Судят Кто не верующие Судят Кто не верующие Да и верующие Печеная 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 Мука Подаренная Мука Мука Отстатки Щукино Печет Пополам Половина Половина Нам Там хлеб Загляденье И тут же Чеснок Лежит Лук Компот Василь приезжал От моей сестры привез. Это все на столе. Ну и посмотрите. А никто не видел такое. И мы поставили ролик. Сейчас он уже стоит. Вас обвинят в чревоугодии, наверное. В чревоугодии. Раньше в горло. Это не означает, что мы съели. С чревоугодия там. Мы мамную кашу поставила там. Что-то еще спекли. Мы показали, что есть. К чему-то еще и не прикоснулись. С чревоугодия никакого здесь не было. Но показали, что не одинаково день на день. Тем более сейчас разрешается. называется Святки. Святки от Рождества до 18-го числа. Обед-то шикарный. Сейчас ах вот все там. Телевизоров-то. До животных схватятся. На вся. На вся порося. Сочка мяса нет. Даже никто не может. Притом ни у кого ничего не просили. Самое главное. Ну и не выламывались. Дали капуста свежая. На соленой. Второй стоит. Такая капуста уже там подквашенная. Ну стол просто поставить некуда. На столе стоит все. Редко так. Я тогда, Владя, ты еще засними. Покажи. А то упрекают все время нас, что вы заморили. То другое. Пожалуйста. Ну у нас все это осталось. И вечером и завтра. И еще это никто не идет. У меня Никита запастил. Я смотрю, садимся. Он в пропиле так стоит. Тоненький такой. Еще гимнастикой занимаются. Никита. Под меня клинья бьет. Как пожарный командир пожарного отделения. Новый поступил. Спит уже в 12 часов. 20. Он говорит, будите его под меня клинья бьет. Под начальника. Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла. А есть этот город сегодня? Нет. А? Конечно есть. Там аэропорт есть. Друзья, сегодня город от Одессы, земля. Фессалоники город есть или нет? Сегодня? Да, сегодня. Я не был там, не знаю. Не знаю. По-моему, есть. Как называется? Фессалоники. Не знаю. Кто знает? Никита знает. Аэропорт называется Фессалоники. Как город, так же называется. Аэропорт? Фессалоники, по-моему. Салунь. А, Салунь. Салунь. Везде до революционной писали послание к Салунинам. Мы там были, ходили. И когда доехали до Афина, нас спросили греки. Ну и как? Да я, кажется, более неверующих людей не встречал в мире. Совершенно. Как будто бы не доверующего нет. В магазин заходишь, иконки две стоят, портреты Путина там, а рядом у нас все. И так вокруг город, и думаешь, Павел вот здесь проходил. Вот тут он по холмам шел тут. Павел, и Силуан, и Тимофей, в церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование. Апостол Павел в письме к Фессалоникийцам ставит наряду с собой и Тимофея. Между тем, в послании к Ефесянам он не делает этого, хотя Тимофей и был им известен. Мне кажется, это потому, что он имел намерение немедленно послать его к Ефесянам. Почему и излишне было писать послание от лица того, кто должен был доставить его. Здесь же не так. Тимофей недавно возвратился из Фессалоник, поэтому справедливо ставит его наряду с собой. Но впереди Тимофея он помещает с Силуаном. Невероятно, потому что этого по смирению требовал сам Тимофей, подражая учителю Павлу, который причисляет к себе своих учеников. Здесь Павел не называет себя ни апостолом, ни рабом, как обычно делают это в других посланиях, потому что фессалоникийцы были новообращенные и еще не узнали его близко. Поэтому и не следовало напоминать им о своем достоинстве. Хотя фессалоникийцев было немного, и они еще не соединялись тесно между собой, однако он называет их церковью, ободряя самым именем, так как имя церкви по большей части означает множество. Так как были церкви эллинские и иудейские, то они, отличая эту церковь от тех, то он, отличая эту церковь от тех, говорит, которая есть в Боге Отце. Великое достоинство быть в Боге, ибо если кто раб греха, тот не в Боге. Заметь, предлог «в» относится и к отцу, и к сыну. Желает им, чтобы все более и более они преуспевали в дарах Божьих, но имели бы мир, не гордясь друг перед другом. На ту сторону, сядь, потому что в лесок сюда были. Так, сядь рядом, да. А, Миш, тут тоже наоборот. Не, 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 не. Дальше еще дальше. Вот. Давай, до сюда. Еще разторожай. Еще валите, сдадите. Вот так. А, Миша, пересекся. Я тебе сказала. А, то что? Вы что? Всего? Ну ты что через малую наоборот? Полезу. Размейтесь там, пустите их. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так как Богом все совершается Что Он благодарит Бога Это следствие их добродетелей А что вспоминает их в молитвах Это по своей любви к ним Нет вопросов? Дальше 1 Фессалоникийсам 1 глава 3 стих Непрестанно пометуя Ваше дело веры И труд любви И терпения Упования на Господа Нашего Иисуса Христа Пред Богом и Отцом Нашим Толкование Не только говорит в молитвах Я вспоминаю вас Но и во всякое другое время Это доказательство Его горячей любви То есть Вашего постоянства Ибо дело веры В том Чтобы твердо стоять А не на словах Только хвалиться верой Просто любить Нет труда Но любить истинно Труд великий Ибо если кто-нибудь Все переносит Для любимого человека Как же это не труд? А фессалоникийцы Действительно много пострадали Из любви к Павлу Как это можно видеть Из книги Деяний 17 глава 5 стих Много говорит Вы перенесли Продолжительных испытаний И перенесли Подкрепляемые надежды Ибо с полным убеждением Верили приготовленным наградам Так как Бог допустил Им вначале подвернуться Испытаниям для того Чтобы кто не сказал Что проповедь утверждается Просто И лестью Но чтобы видно было Что тут действительно Не человеческое убеждение А сила Божия Покоряющая души Можно понимать Это двояко Или вспоминая Деяние пред Богом И отцом нашим Или разумеет Дело веры Которое пред Богом Значит не думайте Что вы трудитесь Бесполезно Напротив Все пред Богом И он Воздаст Награду Читаю Деяние 17.5 Это вот о том Что Фессалоникийцы Пострадали Из любви к Павлу Но неверующие иудеи Возревновав И взяв с площади Некоторых негодных людей Собрались толпою И возмущали город И поступив К дому Иосона Домогались Вывести их к народу Возмущали весь город Значит Иудеи Какая связь Там из-за Павла Это все было Из-за Павла Это было Да Берни пострадали Сережа Ты считаешь Так вопрос Это все Смотрите Это Ах Площане Ну Как Здесь приводится Книга Деяния 17.5 В контексте Что Фессалоникийцы Действительно Много пострадали Из любви к Павлу Как это можно Видеть из книги Деяния Вот мы прочитали Сейчас 5.5 Стих 17.5 Я не увидел Что бы они там Из-за Павла Страдали В этом стихе Конкретно Написано Неверующие иудеи Взяли негодных людей И возмущали весь город То есть И приступали К этому Дому Иосона И взяли его вместо Павла Повели бить Вместо Павла Других побили Понятно С Павла Все началось И на них Все это Перекинуло Продолжаем 1 Фессалон 1 Фессалоникийсам 1 глава 4 стих Зная избрания Ваши Возлюбленные Богом Братья Толкование Вспоминаем Говорит вас Потому что Знаем Что вы Избраны Богом Ибо Вы Предпочтительно Предмногими Другими Другими Избраны За веру Откуда же Это видно Святой Павел Слушай Говорит Что следует Далее Далее 1 Фессалоникийсам 1 глава 5 стих Потому что Наше Благовествование У вас Было Не в слове Только Но и в силе И во Святом Духе И со Многим Удостоверением Как вы Сами Знаете Каковы Были Мы Для вас Между Вами Толкование Из того Говорит Видно Ваше Избрание Что Бог Прославил Проповедь Среди Вас Ибо Мы Не просто Так Проповедовали Но Были И Знамения Потому что Бог Благоволил Чтобы Вы Уверовали Как Избранные Ему И Предуставленные То есть В знамениях Бывших Ко Благу Людей Благомыслящих И К наказанию Неблагомыслящих Далее Цитата И Во Святом Духе Или В Мудрости Духовной А не Внешней Или В том Что Дух Святой Подаваем Был Уверовавшим Еще Цитата И Со Многим Удостоверением Полкования То есть В Бедствиях И Страданиях Как Знамения И Подаяния Святого Духа Были Для Полного Убеждения Уверовавших Так И Страдания За Проповедь Составляют Большое Подтверждение Ее Вы Говорит Свидетели Того Как Мы Обращались Среди Вас И С Какой Великой Готовностью Проповедовали Но И Это Для Вас Поскольку Вы Избранные То Мы Так Ревностно И Трудились Для Вас Ибо Чего Кто Не Потерпит За Возлюбленных Божиих Здесь Он Касается И Своих Подвигов Хотя Прекровенно Так Как Желает Сначала Похвалить Их Вот Вопрос Задать Можно? Можно Конечно Жития Святых Евангелие Да и не Тури Вообще Библия Показывает Знамение Вот Эти Когда Идет Проповедь То Есть Истина Божия Раскрывается И Всегда Происходили Исцеление Людей От Болезней Даже Воскрешение Людей От Смерти А вот Сейчас Этого Нету И Очень Давно Уже Может Быть Поэтому Людей Мало Приходит Ко Христу Такой Вопрос Но Тут Другие В кавычках Старатели Есть Вот Сегодня Сестра Проносила Газетку Там Гадает Лечит Все Что Только Не Делает Судьбу Предсказывает И Люди Идут К ним К Врачам Идут И Исцеляются Силой Бесосцевой Колдунам Я Говорю Я Вот Так Показал В кавычках К врачам То есть Они Лечат Души Калечат А то Что Силой Божьей Исцеляются Мало Но Они Есть В нашей Общине Полно Таких Людей Я Один Из них Вот Сестра От рака Исцелилась Твоя Жена Куда Кни Все С того Света Одежда Васильевна Все 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 Мало У меня Было Так Со зрением Я вообще Была Никакая Игнатий Технич Обратил На меня Внимание Что С тобой Я Рассказала Он Помолился И Буквально У меня Сразу Как-то Со зрением Стало Лучше И Сколько Раз Я Обращалась Я Всегда Чувствовала Облегчение Как будто Ничего У меня И не было Но Людям То Что Надо Жить Грешить И не Болеть Вот Беда От греха Отстать Не хотят И болеть И Господь Избранных Опять же Он Через болезнь Приводит К себе А другие В ропот Впадают И еще Там Другие Колдунам Идут Кому Болеть Охота Никому Конечно Но Здесь Знамение Говорится То Что Именно Их Темницы Сажали Что Проповедь Всегда Какими-то Ну и Исцеление Было Ну и Вот Он Называет Себя Игнать Тихонич Избранным Сразу О Избранным Ролик Звезды У него Летят Все Это Что Он Типа Тщеславится Ну а Знамение На деле Посмотреть Ну Действительно Вот Это Вот Это Все За 8 Лет Кто Когда Издавал Это Немыслимо В тюрьме За Слово Божие Свои 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 Перенес Все Эти Пытки И С Тем Что Услучается Мы Как Скорая Помощь Мы Сразу Звоним Игнать Тихонич И Он Сразу Встает На Молитву Да И Не Один Раз И Сколько Это Помогло Вспомните Полина Дмитриевна Чуть Чуть Заболела Она Уже Сразу На Телефон Да Каждый Из Нас Ну Как Б Протори Как Б Не Про То А Разговор Резюме Подведи Ток Ты Услышал Много Ответов Ну Разговор Да Община Я Понимаю Это Церковь Христова Разговор То Идет О том Что Во Время Проповеди Все Это Происходит Не Обращается Потому Что Чудес Мало Да А Какие Чудеса Чудеса Кто Другой Мы Проповедуем Христа Распятого Или О чем Это Не Да Да Слава Знамений Потому Что От Человека Тоже Зависит Чем У него Сердце Переполнится Понимаешь Либо У него Сердце Злом Занято У него Не Вмещается Господь Хочет Елей Благодати Налить Но Там Злоба Внутри И Он Просит Мне Вчера Ролик Показывали Бог Просыпается Рано Утром У него Столько Прошений Помоги Дай 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 У него Он Уже Приготовил Сосуд Благодати Думает Ну Сейчас Я Разолью А там Сердце Занято Обидой Там Унынием Там Чем То Еще Еще И Он Готов Господь Давать А Сосуды Закрыты А кому То Дал Он Пошел Все Расплескал И Тоже Ничего Нет Потому Вышел Сеятель Сеет Семя Он Господь Готов Сеять А там Уже Почва Принимает От почвы От сердца Человеческого Зависит И Последние Времена Во многих Охладеет Любовь Говорит О том Что Последние Времена По причине Беззакония Совершенно Если Уже В Европе Уже Законы Защищают Гомосексуальные Браки Даже В церкви Творится Нечисто Уже Законы И Полиция Гомосексуалистов Защищает Садамитов Сколько Брат Вопрос Насколько Верующие Были Те люди Которым Апостол Павел Посылает Послание Почему Я задаю Вопрос Сейчас Выйди на улицу Спроси Ты православный Ну как правило Многие Себя считают Православными А в храм Ходишь Да нет Как-то Не хожу Ну вот так То есть Вроде верующие А вот в церковь Как-то Ну не получается Причем Добродушно Так ответят И пошел дальше Вот те люди Кому обращалось Послание Они были такие Или они были Какие-то другие Вот насколько Была сильна Их вера Несмотря на то Что их обличает Апостол Павел Исправляет Какие-то Недостатки Находит Какова вера была Каких ты их видишь Вот тебе Брат Вопрос Какими ты их видишь Из того Что ты читал Знал Это были вот такие люди Как мы встречаем Которые Ну добрые Хорошие Ну в церковь не хожу Но в Бога верю Да я православный Вот так Отвечают Кто это люди Фессалоникийцы Колоссины Разные люди Или он просто пришел Верующие Верующие были Насколько сильнее Наша вера была Похожи на нас Или там Не похожи Или сверх верующие Или совсем не верующие Только называли себя верующими Ну это мы посмотрим дальше Пока неизвестно В общем-то этих нету И даже Там уже турки живут Так что А дальше Как мы посмотрим Если там уже нет Время покажет Нет Мы посмотрим Если попадем Туда где покажет Ну я не знаю там как Первый век Но вот Златоуст четвертый век Мы проповеди Златоуста читаем Прошло 16 столетий И как будто он нам пишет Что-то изменилось Я же знаю Я знаю что я вижу Я вижу Вот это то что Я считаю Златоуста Я к себе это применяю Ну вижу Близких своих Златоуста И все верующие Себя считают так же Он Златоуста К верующим обращается Ну и называют Стадо лошадей А так и подумаешь А какой верующий Я или какие верующие Те кто вокруг Яна Златоуста Или вообще Понимаешь А обращение идет К верующим Понимаешь Ну я думаю Надо вопрос Не так задавать Там те или те А я Написано Вникая в себя В себя и в учение В себя и в учение В себя Себя надо начинать А я верующий Верили вы То есть Верили я В первую очередь Вопрос Вопрос А они Были верующие Чем О себя вычеркнули Можно вопрос Задать Такие проповеди То Христос Он говорит Не говорит Таких проповедей У него нету Это Он говорит Простыми словами Он говорит Как закон Почему люди Изумлялись И смотрели на него Как власть имеющего Говорит Как власть имеющий А что Как власть имеющий А Путин Он вышел И вот разливается Там Шесть часов Там пять Чем-то часов Говорит И говорит Так грамотно Все Но он ни одного Закона не сказал А когда он сидит За столом Рядом министры И там какой-то Один сказал Он говорит Так За сколько вы это сделаете Он Ну мы тут подумаем Там Депутатами Туда-сюда Ну через полтора года Он так вот Как сидел Так слушал И такой-то встиллся Что Они А ну сейчас Подождите А да-да-да Это оговорился Это вот Через полгода будет Ну кто-то Ладно уже Вот это Власть имеющий Понимаешь И так же Христос Он сказал Одно предложение И самое интересное Люди Которые вокруг него И там и женщины Оказывается были И Ну естественно Мужчины разные Они его понимают То есть они Постоянно думали Только об этом Это Мессианский народ Евреи У нас нету Такого понятия Чтоб люди Думали О законах Божьих Как исполнить У нас они думают Одно Как бы Отвентить все эти законы Вот Чтобы их вообще не было Все нивелировать Батюшка хороший Целует всех В жопку В макушку И так далее Мы его платочки подбираем Воду в них выжимаем Пьем Все целые Здоровые молодцы Все хорошо у нас И колдуны пройдут И батюшка И все 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 Но не проходит Так Понимаешь Нужно думать О законе Божьем Почему апостол Павел Говорит Непрестанно молитесь Что такое Как молитесь Непрестанно Да вы непрестанно Обращайтесь к Богу Как народ иудейский Он же этого достиг В конечном итоге Почему они Собираются Ко Христу Потому что Они услышали Необыкновенные слова В нескольких предложениях И они вдруг Это подняли А златоуст Растекается Растекается Как кабаны передо мной Там лошади И ничего нету А они стоят рядом Эти мужики и женщины О которых он говорит Прям в храме И храм-то огромный был Сколько он там Десятки тысяч вмещал И всегда забитый Говорит был Когда он был Во времена Апостола Павла Вот такая Я развиваю мысль Эту продолжаю Ты говоришь Почему люди не обращаются Ты вот это сказал А теперь у меня Как-то мысль пошла Я не могу Могу остановить Но не хочу Вот смотри Ты говоришь Почему люди не обращаются Во времена Апостола Павла Было как-то все понятно Были язычники То есть Люди которые верят В своих богов Все правильно У них понятно Вера у них простая Для них И тут появляется Новая вера христианская И вот тут какая-то Община небольшая И все они ходят Но И все было ясно Если были какие-то Нарушения То внутри этой общины А сейчас посмотришь Что вот эта община О которой мы читаем Она как-то распространилась На весь мир Понимаешь Не надо никого убеждать Что языческие боги Там не языческие Все верующие Понимаешь Но Вот как в капле Мы видим море Так вот Вот в этой общине Ну Апостольской Мы может быть Видим вообще Весь наш Современный христианский мир Что вот то Что сейчас мы видим Везде Оно было уже Или нет Или Сейчас появилось То чего не было раньше Да То есть Сейчас новое нечто Появилось в христианстве Или оно уже было тогда Но только в маленьком количестве И надо это увидеть В самом послании Ну да Оно было Или появилось теперь В маленьком-маленьком количестве Оно было, да? Несомненно 12 апостолов Несомненно было В маленьком количестве Ты прав Было, но в маленьком количестве То, что сейчас распространилось На всю такую Христианскую Нашу общую Стало легче так жить То есть усреднились Нивелировались Как Игнатию Тихоновичу Он постоянно это говорит Я тоже повторю Потому что я От попов это не слышал Ну думаю, что так Это не акривия А экономия А акривия Это суровость Самая строгость Вино А экономия Это Ну все сгладить Снивелировать Вот как В братьях Карамазовых Ну мы подняли планку И все прошли Не надо прыгать там Высоко Ну и поднимем Все вроде А прошли-то куда? В ад оказывается Всем разрешили погрешить И все Там чуть-чуть Грешанули Там грешанули Вот спрашиваю Ребят Ну ребята Вот они тут сидят Наши Все их знают Проходим Ветхий Завет Десять заповедей Спрашиваю Вы помните заповеди? Помним Ну так подумали Помним Раньше лучше знали Давно не занимались Я говорю Ну какие заповеди? И сразу Сразу начали Не убей Не кради И я спрашиваю А еще первые-то заповеди Господни Они на меня такими глазенками смотрят Господни Так понятно А это чьи заповеди? Я говорю Это к человеку уже обращены Начинают что-то думать Задумались Не знаю Додумали Я им сказал Дома думать Додумали Не додумали Почитали Что? А четыре заповеди Господу Конкретно к Господу обращены И эти заповеди Они много строк имеют Давайте посчитаем Сколько строк Одна девять строк Другая двенадцать Шесть строк То есть А эти маленькие Пол строчки всего Не кради Не убей Не прелюбодействуй Раз это Разум запомнил А то что О Боге Много написано Чего мы там будем Это запоминать Зачем нам это нужно Правильно? Мы и так вроде бы Как бы все прочитали уже Оказывается Ничего не запомнили Потому что Пол строчки Это вам не двенадцать строк уже Тут думать надо Как вот брат сказал О, я начал что-то думать Правильно? И каждый должен думать Вывод Вывод Читать Нужно Как написано В толковании Иоанна Златоустова На книгу Откровения Нужно Слушать Читать И исполнять Этими тремя словами Ты спасешься Говорит Слушать Боину добра Боину добра Боину добра Давай Володя Да я просто Брату дополню Притча Которая Самая короткая В Евангелии Там толкование Об этом говорится Как раз Услышал Поверил Притча Притча Чему уподоблюет Царство небесное Женщина Женщина Которая положила Три меры Муки Услышала Куда Первая мера Сережа 26 февраля Ты не знаешь Что за событие будет Прощенное Воскресенье Заканчивается Можно заказать машину Чтоб ты нас возил туда День рождения Показать Сейчас подожди Сердей Почему нельзя Ну нет Ты каждый год Ты делаешь Давайте договоримся 26 февраля Возьмите с собой Даже ребятишек На машинах Туда поедем У нас очень Хорошее отношение И как всегда Мы в Покровском соборе Дождемся Когда все пройдут А потом уже В очередь Когда никто не дает Народу будет много Проходят мужчины Братья дождемся Потом сестры идут Один за другим Вы ходили Знаете Вчера мне звонила Зоя Леянова Знаете Настина мать Начала поздравление А потом заплакала У нее положение Мальчишку Которого она не хотела От груди отсажать До пяти лет Максима Он совершенный идиот Компьютер Из-за него не вылазит Уже дали инвалидно Все И он наверное умрет Он хилый такой Из компьютера не вылазит И еще не может делать Он еще не И он работает В игры Играет И проще Вместе с матерью Одна пенсия Девятнадцать тысяч платит Девятнадцать Дняня работал Государство интересно Как платит А у меня Тридцать пять лет Трудового стажа Шесть с половиной Нету Правды Ну и вот она стала И разливает Чего там Где Как Ребятишки Девчонка В этой Второй В хате Вот девчонка Ну где-то Что-то какое-то Что-то соревнование Не дали Она плачет Она дескать Я лучше Вот это вот В тщеславие Ребятишек закладывается Как Он рассказывает А кто Покупаешь Плавает Ребенок И вдруг Не первое место Присваивает другому Так это В истерику Впадает Я думал А я лучше всех Это другое Это спорт Называется Тут шла речь О избрании Я вот Ребятишками Не два года Вожусь А сорок пять лет Сорок пять Больше полжизни Мне спрашивают В лагере у вас Вы видите Кто избранные Дети Я если бы был С ними Дома и здесь В лагере трудно Потому что Одновременно Встают Дальше ему Уйти никуда нельзя В строя Идем Ягоды брать То другое Избрание Проявляется Наедине А когда Всеобщее Где-то Со всеми вместе Это его Нетерпимость К злу Вот я Так проверяю Примерно как Он обязательно Подойдет К тому человеку И скажет Не так В лагере у нас Так вот Хоть что Кто делает Другие не делают Это плохо Но ни один Не подойдет Замечания не сделает Он стоит И смотрит Дальше Ударил колокол Безобразие Он делает Ты видел Видел Почему ничего Не сказал Дальше глазами Хлопает Когда человек Избран Ему не надо Говорить Я хотел молчать Но внутри У меня как Разлитый огонь Это уже в ребенке А дома Как узнавать Дома Когда где-то Ему представляется Возможность Быть одному Работать Там в саду Или где-то И у него Тяга Остаться одному И молиться Не просто Остаться одному И какой-то грех делать А именно К молитве И жажда Слышания Слова Божия Жажда Вот Но это Нельзя объяснить Вот мать С отцом Отец Пьет Дети Идут К отцу И ты видишь Он пьет Он неразумный А они нет Они могут На его сторону Стать и прочее Это неизбранность То есть он маленький Тянется к злу Вот я могу Рассказывать Именно о своей биографии Мой отец Тихон Дмитриевич В очень плохих отношениях Был с родным братом Степаном Дмитриевичем Моим дядей Из-за чего? Из-за меня Отец ждал Что из меня Кто-то будет А получилось Еще у меня Стехотворение Было написано Я написал Как в басне Надо в наш беде Случиться Служить греху Смертельно Я устал В мечтах Меня ты видел Коммунистом А я нашел Воскресшего Христа Он думал Вот я буду Теперь где-то там Кого-то протяну Подниму И оказалось не так А роль большую сыграл В этом дядя Степан Дмитриевич И когда на дядю Возбегли гонения Отец в этом руку Приложил У дяди отняли Все книги Старобряческие Белокринецкая Иерархия И родители наши Не хотели Чтобы я к дяде Ходил Знался Меня остановить Нельзя было Ночь Все уснули Я ползком Между деревьями В огороде Проползу К дяде Приду Открывать книгу Слушать Я же не знаю Ничего нет Он считает Божественность Остановить нельзя было Я отношусь Хорошо к матери Хорошо к отцу Но душа Переламывает Это все И я Закоулками Разными Ночью Прохожу Тень Даже не бросится Нигде Дядя С ним беседуем Дальше я часа в три Отправился домой И родители Даже не знают Остановить нельзя Я несу обед Отцу Отец Типипал Пасет Километров Пять От деревни Мне Ну я не знаю Помешать Тараса Надо Года примерно Я один Один В степи Несу обед Ну и что значит Ну и шел бы шагал Нет Я прислушиваюсь Не к пению птиц Я прислушиваюсь Грохоту Под земли Я ухо Выпал И слушаюсь Я прислушиваюсь К небу И однажды Раскрылось небо Павел Гритвосхищен был Я шел В школу И упал Запнулся И упал Ночь Темная ночь И вдруг вижу Небо раскололось Вот как раковина От горизонта До горизонта В сплошной темноте И вот так вот Медленно раскрылось Вот примерно Как флаг Нижняя полоса Вот только Ярко-ярко Бывает такое Люминесцентная И она шла И она шла Ночью Ну утром При самом утром И видела Как небо Раскрылось И вот так Раскрылось То есть Мы одно и то же Видели Это не с полохи Не с северности А именно Раскололось И вот так Медленно-медленно Раздвинулось Примерно вот так Никаких красок Одна сплошная Красная лента И опять Медленно-медленно Опять сошлось Запукнулось То есть Я не просто Психическое Какое-то Завихрение Моя тетка Видела И маме Рассказала А когда матери Наша Рассказала Она мне Рассказала Тетка-то Видела То есть Может быть Видела Вот еще Что это означает Я не знаю Павел говорит Был восхищен До третьего неба Я нигде бы не был восхищен Меня не было Но все время Было желание Мать уйдет на работу Старая псалтырь лежит А мне пять лет Я уже читал Отцу читал Районную газету Я книгу Снимаю Там псалтырь И молитвы эти По-славянски Считаю И записываю И заучиваю Никого дома нет Сейчас лежит книга Иллюстрированная Библия То другое Не заставишь взять Она взяла Сидит Черкает на ней Вот эта грекерия Надежда Васильевна Говорит Что ты даешь Что портит Но она считала Предоставленная Мне уже 77 лет Я возьму Сейчас букварь И там как сорок А я с сороками вырос Я гляжу Она как живая Я гляжу Жуланчик такой Я забываю Что борода-то седая Я как будто Маленький мальчишка Я их ловил когда-то У меня полная комната Жуланов была И птицы И вороны Все там было Какие картинки Раньше Ничего этого не было И я всему удивляюсь Это Бог сотворил Вот ловлю даже птичек Ловлю птиц Показывает Картина такая есть Там лежат они где-то Я их ловил Там где кладбище было И потом Какие были размышления Как совесть мучила Я у птичек Просил прощения Выпускал когда их Понимаешь Это вот В чем избрание Что этот мир Для меня Его нету И схватывало И сердце Или что-то Не давало дышать Лет шесть Лет шесть было Я иду И дальше Выдохнуть не могу Я понимал Я умираю Я не могу Ни разу вдохнуть И скажи А служил в армии Да в морфлоте Вернуться И как будто Никогда ничего не было Что это То есть Вот этими толчками Бог все время Подгонял к себе У меня Размышления о смерти Непрерывные было Везде Я представлял Как я буду лежать Как никого Нету рядом И как ангел Подойдет Но что я знал Евангелия Это не было Вот это вот Избрание Когда душа Ничего не знает Она рвется Навстречу Господу И сказать Я люблю Бога Я сказать не мог У меня вера была Вера как бы Заклинательная Родители Мне сказали Мне В школу не ходить Сегодня картошку копаем А в школе-то Дома-то Всех знают Дома-то И в это время Один учитель Он на мотоцикле ездил И он пошел проверять И к нам в огород заходит Отец инвалид Мать одна Бьется с картошкой Копать некому Я увидел он идет Я нырнул в канаву Канава большая По канаве прополз И замер Он пришел А где А мать говорит Не знаю Где меня нету здесь Я лежу И читаю молитвы А в душе твердо Он меня не найдет Потому что я прикрытый молитвой А я ребенок совсем Я на год раньше В школу-то пошел Пошли Так же было в Корщиной Учительность идет Строгая такая И мост Сбедать некуда По одной дорожке-то Ну думаю Сейчас она меня захватит Ничего не бывало Я иду И сразу считаю молитву А брат двоюродной иной Даже не смотрит Она его Остановила Его спрашивает А я стою рядом Она меня не видит Она просто меня Не замечает И не спрашивает А у меня вера Я ему говорю А я знал Что меня не заметят Они даже не увидят меня Молитва Как бы прикрытием Для меня было Собака Огромная собака Бежит И успевая молитву Начать считать Остановился Смотрю на нее Собака меня не тронет Я считаю молитву Собака подбежала Понюхала Хвостом И побежала дальше Как этого остановила В пасть-то Руку захватила В пасть Взял крестное знамение Она говорит Завизжала Выдернула руку И побежала Да как говорит Она схватилась Во двор-то свой Это не моя биография А другое Вот как собаки Вера И где бы еще не видел У меня все время Размышления были О смерти И о вечности Что я буду гореть в огне Мне не спастись Почему для меня так легко Евангелие пришло Я душою ждал Евангелие Вести о Христе Ее нигде не было Нет Я поэтому по одной Буквальной строчке Где-то вырезал Склеивал Чтобы прочитать Из атеистической литературы И когда Евангелие дали В другую комнату вышли Они зашли пообеду Там полчаса Зашли Я уже верующий Только склонились молиться Они ни слова не говорили Верить не надо Душа моя ответила Это то А то о чем ты тосковал Здесь ты встретился с ним Вот это вот избрание То есть 23 года я его искал Я его не знал Что он умер за меня И ты вдруг Я прочитал Поверил И жизнь стала другая И когда в интернете Показано Когда мы ехали Остановились А дома-то того нету Я нашел соседей только И я на этом месте Где дом был Упал И плакал И молился И все это в интернете И кто смотрит Тоже плачет Видела? Понимаешь? А что ты плакала О чем? Я не могу ответить Душа вспомнила Кем я был И как меня Бог избрал Избрал И что таких людей Постал ко мне А я где-то их огорчал И нельзя теперь Встретиться И воздатель Это вот все Вместе нахлынуло И конца нету А это верующие Я говорю Ну как Дети верующие Да какие верующие Уходим из церкви Потом в холодильник лезет Из холодильника вытаскивает Во время поста Лопает все Да какая же вера-то У него веры никакой нету Я как-то спросил Одного близкого человека Там четыре сына Я говорю Ну вот Как они? Как кто сильнее верующий-то? Она говорит Ты их всех знаешь Что смеешься надо мной? То есть Ни больного она не видит Она мать Она не видит Что есть Что нет Вот это избрание Его надо и видеть И знать И возгревать И они просто Вот передо мной дети Вот они стоят Я смотрю в будущее В будущее как бы Проникнуть И только одно Спаси и сохрани Спаси и сохрани А они не готовы То есть из них Из этих вот детей Почти сто процентов Могут сделать мусульман В течение одной недели Это мое понимание Можете ошибаться И дай бог что ошибаться Но у меня именно такое представление Что Не хватает Вот этого адаманта Как говорится Фундамента Он должен сегодня воображать Сегодня ее взяли А она молится Наших девчонок Мусульмане любят Как они одеты Какие от Соломырные Но Они к христианам Даже пальцем не притрагиваются У них написано Это последователи Стоицы Пророка Которого они признают Хотя по описанию Расходятся с нашим А которые эти Изидовцы Это там У горы-то жили Они всех берут Из шестилетнего возраста Насилуют Сейчас Извращение Это не то слово Сейчас вообще нельзя сказать В Дании Вчера только выставил ролик Родители сами отдали Месячного Месячного Насилуют ребенка Это вообразить нельзя Даже вот я верующий То бы сказал Господи Дай мне Быть неверующим Пять минут Побольше немного И скрошил бы В пух и прах И кажется Силу бы Самсона Бог дал Вот когда Случилось это В Таиланде Миллион двести тысяч Потонуло Патриарх Алексей Второй говорил Весь разврат Все это со Скандинавией А они потонули там Патриарх говорил правильно Более развратного Чем в Скандинавии нету Даже в Нидерландах И то не так Даже вообразить нельзя Что делается Почему Приближение Антихриста Антихрист Все это покажет Вы хотите Конечно нет У меня этого не будет В самом деле молодец Вот и все И проголосует весь мир Вы хотите войны Нет Мы сделаем Войны не будет нигде Никто не скажет В войнах Когда я скажу Мир Антихрист Скажет И проголосовали Почему Война Дети с тобой целая Но только будешь По одной плашке ходить Чтобы имя Иисуса Не призывал А ты должен четко сказать Ему Нет Ты сатана Отойди от меня На костер Вот есть шесть Видели Фильм шесть Как там Кладут голову Раз Ударил Ударил гильотина Голова в корзинке Отрекаешься От креста Нет Голова В пол покатилась Поняла Избрали А я представляю Где Таня Где Маня И где это Я тебе Не спастись А там что будет Другого нет выхода Никакого И тогда ангел Может поставить Защиту Избрания А тебе Если разницы Никакого нет А ты на земле Не нужен Такой Если разницы нет Мусор В отвал Ой господи Прости Спасибо Спасибо Ну-ка идите сюда Самых маленьких Давай Справа Слева Это в лагере У нас так Слева Самая маленькая Моя девочка Самый Маленький Мальчик Я за ней Заступаюсь Кто у меня Самый маленький Слева Вот она И рядышком Вот тут Стойте Вон она Вон она Вот тут Еще меньше Дай колес Вот сюда Вот ко мне Агафюшка Идем-ка сюда Ну как в лагере У нас хороший Вот она Рядышком Будет стоять Дево дни Но в городе Склоняться И детям Всех Молящихся Аминь С миром Божьим По домам По домам Пойдете Пойдете Стойки Проделка Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует